и вот сюда мы дрова уголь подбрасываем оттуда вы золу жужелку выбираем и вот и он я давайте сделай не змеевик вот здесь а установлю сюда котел ну давай какой какой котел ну в общем вот тут вот не видно но из швеллера и швеллер 27 швеллер по моему сваренный вот котел мне сварили поставили сюда вот и подключил вот так вот сделал значит бак бак вот сюда на простенок это вот сюда трубы там выведены туда значит и и сюда вот значит горячая кухня вода вот подходит холодная сюда и также я в бак монтировал еще прошлый раз прошлый раз а так монтировал сюда значит два тена еще смета еще тены между прочим совет советского производства тены стоят вот иначе они без гаек это сам гайки сюда по приваривал видите припаял вернее установил и вот они до сих пор работы это мы на случай тогда когда ну какой случай вот летом печку мы не топим а вода теплая нужно нам там посуду мыть искупаться значит и мы включаем это один тен 125 и 2 1 25 если мне надо начать и быстрее налетей параллельно включаем получается два с половиной киловатта нагревается очень быстро этот бак вот и ну и как я уже наступили хорошие времена начать же к его развалились а вот и отопление в стали котельную плохо топить трубы стали ржаветь батареи начали текти я пошел жигово рота ничего ничего вы не добьетесь короче говоря вот я вот эти трубы убрал вот здесь проходили батареи убрал виду того что они же не отапливается батареи вот и накануть на чердаке там все размёрзлась у нас трубы потекли и вот два уже котельные не работают не отопление нету вот и что я значит решил батареи тоже убрал убрал трубы убрал батареи виду того что за ними сырость плесень запахи такие нехорошие вот и убрал все но а как отапливаться как-то надо вот печку топишь а толку это кухня а зала спальня еще дальше как там тепло ну ставили разные калориферы вот обогреватели ветродуйки теплые значит но она все не помогало как только печку затопили где-то тут что-то закипело и испарение что пошло туда в спальне там прохладно и спальне сырость такая значит на потолке сразу пятна появляется ну я думаю ну как отопление сделать как ну люди стали тоже думать и начали что проводить отопление делать себе такое значит вот бак вот такой вот и этот самый или просто ставили печку котел ставили отдельно котел значит нагревался расширительный бачок и вот такими дюймовыми трубами это все по квартире шло 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 трубы там батареи значит запитывалась обогревалась так вот но у меня такое не устраивало ввиду того что что у нас балкон а как ты через балкон но ряды поведи через балкон а так вот через это трубы поверху туда как-то думает такие трубы эти все вот везде она некрасиво начать ну а один знакомый мне а ты балкона где балкона такой проем говорит ты трубы проведи но здесь здесь делай такие вставки вот и на на лето значит открутил заглушил и все и ходишь а зимой же ты все равно на балкон не хочешь трубы прокрутил и прокрутил эти вставки и будет будет у тебя тепло от печки такой ну я не схотел такое все продолжали продолжали но время идет технологии разрабатываются все хорошо значит и я так уже начал при просматриваться при проценяться узнавать еще как окажется уже можно было пластиковыми трубами провести лимит а потом еще лучше металлопластика им же ничего не сварить просто скручиваешь но вот такими вот трубами вот ставишь насос никаких уровней не выдерживать не надо когда вода out греется вода и самотеком то надо обязательно выдержать уровень в вода нагревается вот котел и самотёком вода идет 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 там дает тепло и уже возвращается и miss you это вы короче нарат эти все уровни выдерживать меня это не устраивало и не хотел это ну и вот узнаю что вот можно так с помощью насоса ничего не надо поставил включил насос и все сделал значит ну и как раз к этому времени очередной бак потек очередной бак я там чобики забивал на шок перезимовать значит ну и заказываю 5 значит новый бак вот и уже я заказываю новый бак вот мне делает с вот такими тремя знать если вот этот потом бак был только с двумя вот вода циркулируется дарой я сделаю мне воришу 3 вот туда вот штуцер 3 вот я буду делать отопление вот насоса вот насосом чтобы вода ну и короче мне сделали это то все я поставил становил этот бак уже бак уме этот еще больше значите тогда баки были как бы стандартные варили 50 50 на 50 я побольше бак сделал он ведь он еще ваш в это выглядывает в эту самую ванную комнату я сделал 50 на 50 и на 60 сделал длиннейшую больше воды вмещала с ним вот точно так же установил тены обратно поставил все то же самое на место эти тены поставил советского производства вот они еще до сих пор рабочем состоянии ведь он провод проведены в резеточку сюда включаю все греется все нормально ну и я начинаю делать отопление вот из этого 3 3 штуц и верхний чтобы забирать из бака уже более нагретую воду вот но на самый верхний не стал уровень ввиду того что можно как-то пропустить момент когда вода будет ниже и воздух там хлебнет или что такое ну и сюда вот когда мне монтировали вот эти трубы сюда вот тройничок поставил можно было сюда врезаться выход вот я так и сделал значит я что хочу сказать ребята кому интересно вы вот этот плейлист про ремонт в квартире там значит есть видео когда я вот это все монтировал как я смонтировал как рассказал ну еще можете потом буду все равно монтировать или расскажу так что посмотрите кому кому интересно как сделать отопление от бака ночь водогрейного от печки с помощью котла нагревать ну или такое всякое и такое всякое подобное значит а сейчас я что покушаю и опять начну опять не что начну восстанавливать вот это все что я разобрал ответь этот пустые места вот насос лежит готовый собранные меня вот но это будет другое видео а пока вас всех благодарю за внимание желаю всем крепкого здоровья удачи до свидания